Доброго времени суток! Сегодня будет рассказ, который называется «Пенелопа», автор Анатолий Уманский. Это было давно, это было давно в королевстве Приморской земли, но ее звали не Аннабелли, ее звали Пенелопой, в честь верной жены Одиссея, а королевством был крохот на островах посреди Игейского моря, где мой дядя Никас держал отель. Дела у Никаса шли в гору. Пасторальная жизнь острова как магнитом влекла европейскую богему, утомленную сумбуром XX века. Америку душила депрессия. Россия, откуда бежала когда-то моя мать, закусив удила, рвалась в светлое будущее. Германия в едином порыве ревела «Зигфайль», а другие страны опасливо ежились. Остров же застыл вне времени, словно комар в янтаре, и лишь мягкий ропот моря да крики чаек нарушали его покой. Всякий раз, когда перед носом парохода возникали куплообразные очертания у острова, мне казалось, что я воспрял от тяжести болезни. Собственно, так и было, поскольку в Париже я из болячек не вылезал. На пристани нас встречал старик Яни, ветеран бесчисленных греко-турецких воин, сменивший служение Отечеству на службу апостолидии. Загрузив наши пожитки в свой дряхлый друндулет, он с ветерком мчал через деревню, разгоняя с дороги ошалевших овец, воинственным воем клаксона. И не успевали мы подкатить к высокому белому зданию, как его двери распахивались, и жизнерадостный чертенок с шапкой, бьющихся каштановых волос и россыпью веснушек выбегал нам навстречу. Никто не докучал нам излишней опекой. Мама, приняв ванну и умастившись маслами, сразу выходила на охоту, деликатно выражаясь. Ее тяготило одиночество, что до дяди Никаса, то он угрюмый и нелюдимый, и вовсе меня избегал. Должно быть, я слишком напоминал ему отца, от которого он натерпелся еще в детстве. Рядом с пенелопой я чахалое городское дитя, мигом расцветал. Она втягивала меня в тысячи проказ. Я часами пересказывал ей самые захватывающие мифы, а потом мы разыгрывали их в лицах. Прекрасную Андромеду, дочь царицы Кассиопеи, перевели на берег и оставили у подножья утеса, в жертву морскому чудовищу, посланнику Посейдона. Кассиопея сама виновата, слишком много хвасталась. Резко очерченный, утес этот врезал острым клинком морскую лазурь и, будто разгневанная тем, что море здесь всегда бушевало, расшибаясь от скалы, обессильной кипящей ярости. У подножья утеса, отделанной от воды чистоколом скал, зияла пещера. Черный, бездонный зев, откуда веяло холодом. У этой-то жуткой пещеры несчастную царевну и приковали. Медняжка Андромеда, как кричала она и билась в оковах, выгибаясь всем своим гибким пленительным станом, как не хотелось ей умирать. Но уже с ревом подымалась из пучины чудовище, разевая огромную пасть, и зубы в ней были, что мечи. По счастью, мимо на своих крылатых сандалиях пролетал персей Синзевса, на дух невыносивших всяких там чудовищ. У него в котомке как раз болталась башка одного из них, ужасной горгоны медузы, чей взгляд обращал любого в камень. В принципе, ничто не мешало показать чудищу эту образину, и вопрос был бы исчерпан. Но герой подчел за лучшее, показать ему вместо этого, где раки зимуют, еще такую пакость в камне увековечивать. Выхватив меч, подаренный быстрокрылым Гермесом, Персей вонзил его в поганую тушу. Ох, и взвыло тогда чудовище! Ох, и кинулось на героя! Но он был неуловим и наносил удар за ударом. Окутанные тучей брызг бились враги не на жизнь, а на смерть. Прекрасная Андромеда, не дыша, следила за схваткой, пока из клыкастой пасти чудища не хлынула черная кровь, и оно своим не спустило дух. Персей приблизился к спасенной царевне. Она стояла со сведенным над головой руками, вытянувшись в струнку, отчего начавшая наливаться грудь, обрисовывалась под тканью купальника. И Персей безотчетно накрыл ладонью левое всхолме и тут же охнул от удара кулаком в уху. «Ты дурак?» Спросила Андромеда и снова стала пенелопой. Оковы ее испарились, чудовище обернулось измельченным в щепку куском топляка. Мои сандали лишились крыльев, а верный меч превратился в перочинный ножик, который мне подарил отнюдь небыстрокрылый гермес. А очередной материн ухажер, искавший моего расположения, не помогло. Хотя ножик правда был что надо, со штопором и отверткой. «Для девы в беде у тебя слишком тяжелая рука», заметил я, потирая горящие ухо. «Для героя у тебя слишком бесстыжие ручонки», парировала она. Герои бывают разные. А Гамимнон вот изнасиловал Кассандру, прямо в храме Афины. «Это был Аякс, и никакой он не герой после этого, а скотина. Никогда больше так не делай, ясно? А то что? Опять получишь в ухо!» Вот и Кассандра так говорила Аяксу. Но ее пророчество, как всегда, никто не принял всерьез. Больше всего нас покоряло то, что в отличие от нынешних героев, мифические были отнюдь не белыми и пушистыми. Даже благородный Геракл, свободный от подвигов время, отрезал носы и руки, пришиб излишне строгого учителя, что вызвало у Пенелопы полное сочувствие. В припадке безумия растерзал собственных детей и убил человека, который справедливо обвинял его. А от иных деяний Аякса, Ясона, Одиссея, Ареста. И даже скромного гения Дедала, не говоря уж о таких злодеях, как братцы Атрей и Фиест, Тантал, Тирей, Медея. Наши маленькие сердца то заходились от гнева, то замирали в сладостном ужасе. Не раз мы рассуждали о том, как было бы здорово самим жить в ту славную эпоху. Увы, от нее на острове осталось лишь несколько доисторических колонн, некогда подпиравших своды какого-то древнего храма. Скучающие дядины постояльцы любили накорябать на них что-нибудь этакое. Я как-то застукал за этим постыдным занятием одного широко известного в Европе философа. Но никакая низость не могла попросить скорбного величия этих руин. Сссс, ты это слышишь? Встрепенулась вдруг пенелопа. Как я мог что-то слышать, дважды получив в ухо? Прошипел я. Там, в пещере, как будто шорох. Чувствуя, как по спине ползут мурашки, мы заглянули в черную глубину, Сложив ладони рупором, Пенелопа прокричала. «Эй, Полифем! Полифем! Выходи, старый глупый циклоп!» Я схватила ее за плечо. «Перестань!» Она выгнула бровь. «Боишься Полифема? Полимона! Вдруг он тут живет?» Никто не знал, кто и откуда этот великан, ростом и могучим сложением и правда напоминавшим Полифема. Он просто был здесь всегда. Как древние развалины, как скалы, как деревья, море и небо. Старик Яне рассказывал шепотом, что не оторвался еще от материнской груди, а Полимон уже жил угрюмым отшельником у самого моря. И будто с той поры он не постарел ни на день. Ясное дело, он страшный колдун, и никто в здравом уме лишний раз не поглядит в его сторону. «Подумаешь?» Пенелопа вздорнула нос. «Полимон мухи не обидит, спорим?» Мы еще постояли у пещеры, пытаясь разглядеть что-нибудь внутри. Чернильная темнота клубилась в глубине, готовая выплеснуться наружу и поглотить нас. С каждой секундой во мне крепло ощущение, что из тьмы за нами следят десятки голодных глаз. Я облегченно вздохну, когда Пенелопа наконец отвернулась и, не говоря ни слова, стала взбираться по откосу. Поднимались мы медленно, прощупывая каждый уступ. Порывистый ветер налетал на нас, в норовье столкнуть. Не раз у меня ел около сердца, но я предпочел бы скорее сорваться со скалы, чем показать себя трусом. Тем не менее, едва мы выбрались на утес, кузина снова принялась меня дразнить. Тут уже мне пришлось пойти на контратаку. С каким русским словом рифмуется имя Пенелоп? Родному языку во всех его проявлениях меня обучала мама. Она верила, что когда-нибудь большевики либо построят свое светлое будущее, либо махнут рукой и уйдут, позволив нам вернуться на родину. «Гусара, я из тебя справлю», – сменялась она, взлохмачивая мне волосы. Говорил, чтоб как барин, а ругался как извозчик. Я же считал своим долгом делиться жемчужинами извозчие словесности с Пенелопой, коль скоро непременно женюсь на ней, когда вырасту. Пенелопа недобро прищурилась. Европа? Прекрасная Европа, возлюбленная Зевса? Жаль тебя огорчать, но... Я тут дал теру, но быстроногая Пенелопа брас настигла меня. Ахачама покатились по траве. И вот уже я ужом и завываюсь и ору, а Пенелопа, ухватив меня за ногу, безжалостно щекочет пятку, приговаривая. «Ахиллесовая пята! Ахиллесовая пята!» Внезапный крик застрял у меня в горле. По тропинке, ведя, а вернее волоча, на привязи рыжую корову, поднимался Полимон. Несчастная животинка с жалобным мыканем упиралась, едва не высекая копытами искры, но он тащил ее за собой без малейшего усилия, словно упрямую собачонку. Выкачанные глаза коровы дико вращались. Достигнув краю утеса, Полимон рванул за веревку, и корова кубарем полетела с обрыва. Сквозь шум волн до нас донесся глухой трескучий удар. На мгновение мы остолбенели. А потом Пенелопа забежала, и дикой кошкой кинулась на Полимона. Признаться, я порядком струхнул. Полимон мог раздавить голову Пенелопы в кулаке, как апельсин, но он лишь молча стоял, пока она лупила его кулачками по животу, устремив почему-то пристальный взгляд на меня. Потом сказал, «Слушай меня, Пенелопа, слушай меня!» Твой отец думает, что укрылся за спиной распятого бога. Скажи ему, что он ошибается. Пенелопа от изумления даже бить его перестала. Полимон развернулся и зашагал прочь. Только что его гигантский силуэт застыл с собой солнце, а миг спустя он уже исчез за гребнем холма. «Мухи, говоришь, не обидит!» Выдавила я вновь, обретя до речи. «Коровых я не говорила!» Пролепетала Пенелопа. «Спорим, это была жертва Посейдону?» «От этой мысли у меня захватило дух. Так догони его и спроси», — советовала кузина. «Или слабо?» «Слабо», — кивнул я. «Иди, взгляни, что с коровой сталось!» «Да что-то неохота!» «Вот и мне неохота!» После чего мы, не сговариваясь, подошли к обрыву и поглядели вниз. Ничего страшного там не оказалось. Вероятно, туша угодила на скалы и скатилась в море. Только пятно крови темнело на камнях, да и его уже смывала кипящая белая пена. Что и говорить. Полимона удалось произвести на нас впечатление. По дороге к деревне мы вздрагивали от каждого шороха. Ну, как он выскочит из-за деревьев и кинется на нас! Услышав душераздирающий его, я, признаться, чуть не намочил шорты, а Пенелопа взвизгнула. Но тут из-за поворотов вылетело, чихая зловонным дымом, это историческое страшилище. И мы облегченно вздохнули. Вывесевшийся из-за руля старик Яни обратился к моей кузине. «Дитя, неужели ты в таком виде разгуливаешь по острову?» Пенелопа огладила свой синий купальник и почесала пяткой лодыжку. А что? Вообще-то ей простили бы, рассекая на по острову даже голой. Не из-за того, что отель ее отца обеспечивал доходом деревню. Просто она была всеобщей любимицей. В каждом доме нас встречали тарелкой фруктов, кружечкой козьего молока и пару горячих сплетен. Пенелопа, щеголяя молочными усами, болтала с хозяевами, а я угрюмо цедил из кружки, слушая истории, как у Агазона сдохла коза, а дочь Елене перенесла в подоле и скорбел по утрачной эпохе богов и чудовищ. «Я их повсюду ищу, а они вон где. На полимона нарваться хотите?» Старик распахнул дверцу машины. Мы запрыгнули на задние сидения, и Яни нажал на газ. А в ответ мотор надменно фыркнул и заглох. «А, шлюхин сын!» Яни выбрался из машины и полез под капот. «Это он про меня!» Мрачно сказал я. Пенелопа двинула меня локтем. «Так о маме не говорят!» «Каждый год рукой мужчина!» «И что? Все равно она хорошая, заткнись!» «Тебе легко говорить», — подумал я. «Не ты проснулась среди ночи от плеска воды в беды и пьяного пения». «Всякий раз, слыша, как мама приводит себя в порядок после очередного рандеву, я сгорала от стыда, который старался гасить бравадой. Тем не менее, я заткнулся. Солнце палило нещадно. Кипарисы вдоль дороги вонзались в раскаленное небо остроконечными кронами. Пенелопа смешно отдувалась, за капотом мелькали плечо и рука Яни, перебирающего что-то в моторе, и конца края этому не было видно. Чтобы развеять скуку, я сообщил. «Мы нарвались». «На кого?» Отозвался Яни из-за капота. «На полимона». Капот захлопнулся, точно гробовая крышка. «Вы говорили с ним?» — спросил Яни. «Я его отлупила». Похвасталась Пенелопа. «Он корову убил, представляешь?» Задубевшее лицо Яни прорезали новые морщины. Он уселся за руль и повернулся к нам. «Это не шутки, дети. Что он вам говорил?» «Что-то про распятого бога», протянула Пенелопа. «Что мой папа прячется у него за спиной и все». «Вот я хозяину расскажу, как вы с полимоном якшаетесь», сказал Яни. «Будет вам на орехи». «Яни, миленький, не говори!» измолилась Пенелопа. «Он меня побьет!» «Как не баловал ее дядя Никас, в гневе он был страшен. Однажды он у меня на глазах оттаскал дочь за волосы и наверняка побил бы, если бы не мамино заступничество. Моей любви к нему это отнюдь не прибавило». «Яни пожевал сухими губами». «Крестики при вас?» спросил он наконец. Мы удивились, но дружно предъявили нательные крестики. «Храните, как зеницы ока! Полимон не тронет никого под знаком креста! Или, тьфу, полумесяца!» «Как Драф Дракула?» спросил я. «Какой еще Дракула?» опешил Яни. «Турок, что ли?» Мы покатились со смеху. «Это вампир из книжки», объяснил я. «Вроде Бриколаса. Он, наоборот, с турками воевал. Кто бил дурок, Бриколасом не станет», заявил Яни. «Это дело святое. А от Полимона крест защитит точно. И полумесяц турецкий чего уж там, если только...» повисло зловещее молчание. «Что?» не выдержал я. «А, пустое. Есть ослы, что жертвуют ему скот, чтобы, значит, в хозяйстве везло или на рыбалке. Но греха на душу никто не положит. А без того Полимон пшик!» «Не вздумайте только его слушать, да обходите десятой дорогой!» «Очень не надо слушать всяких кровоубийц!» фыркнула Пенелопа. Кивнув, Яни наконец завел мотор, а я шепнул кузине. «Видишь, это было жертвоприношение!» Встреча с Полимоном взбудоражила наше воображение. И остаток лета мы изводили вопросами местных жителей. Многие наотрез отказывались говорить на эту тему, но от некоторых нам повезло услышать самые невероятные истории. Больше всех порадовал Нифон, крестьянин, живший в Брисдубовой роще. С его сыном Тео мы иногда играли. Нифон без обедняков заявил, что Полимон никто иной, как сын Зевса, могучий Геракл. «Когда вера в богов угасла, — говорил Нифон, — а Олимп перестал существовать, остался лишён, бездомный скиталец, некогда бывшим величайшим героем Эллады. Нестерпимая боль терзала его, ибо без защиты своего божественного отца он снова ощущал в жилах огненный яд лирнейной Гидры. Завывая бешеным зверем, избегая людей, метался он по дорогам, пока в один из редких моментов просветления безумная надежда не озарила его, и он отправился к той скале, под которой захоронил бессмертную голову Гидры, и, обнаружив её ещё живой, возвал с мольбою. Он позволит Гидре вновь разрастись и обеспечит её пищей, взамен прося избавления от мук. Вот она, значит, сидит в пещере, а он ей сверху жертвы кидает. Закончил Нифонт. Вроде как, единое целое они теперь. Я поёжился, вспомнив дыру в скале, куда мы так опрометчиво совали нос. Впрочем, история Нифонта звучала куда более достовернее, не прерываясь он поминутно, чтобы хлебнуть из пузатой фляжки. А сам-то ты видел кидру Нифонт? Спросила Пенелопа, героически сдерживая хихиканье. Упаси, Боже! Вытрощил глаза крестьянин. Кто её видел, уж никому ничего не расскажет. Перестань пугать ребятишек своими россказнями. Проворчала Агата, добродушная, пышнотелая жена Нифонта, ставя перед нами блюда с золотистыми лепёшками. Сына уже застращал. Она кивнула на Тео, который сидел в уголке и внимал нашему разговору. Гляди, как смотрит. А Тео смотреть по-иному и не умел. Глазища у него всегда были как блюдца. Худенький, бледный мальчик, совсем не похожий на пышущую здоровьем крестьянскую ребятню. Он проводил всё время за книжками, чураясь шумных игр, и только моя кузина умела вытащить его из скорлупы. Случалось, мы дразнили его, подчас довольно жестоко, но обижаться он не умел. Тео мне, в общем-то, нравился. Благо, рядом с ним я смотрелся настоящим бойцом. Не нравилось мне то, как он глазеет на Пенелопу. С таким восторгом охотник Актеон взирал на купающуюся Артемиду. Напомню, что для Актеона это плохо закончилось. А зачем Гераклу бояться креста и полумесяца? Спросил я. Стал боком, так? Затараторил вдруг Тео. А Богу нужна вера, а без веры он слаб. Христа верят, а в Геракла не верят. И он не может тронуть никого с крестиком, потому что с крестиком ты принадлежишь Христу, а не Полимону. А разинув рты, смотрели мы на его просветленное лицо. Тео сам сейчас сказался башком, маленьким, но мудрым. Эээ, сказал Нифонт. Создатель сотворил небо и землю еще когда и верить было некому, но сила какая-никакая у Полимона осталась. Это да, и если ему серьезную жертву принести, он сделал страшные глаза. Человека? Уточнил я. Человека. Эхом отозвался Тео. Снова, как и во время беседы с Яни, воцарилась зловещая тишина. Листры катали за окном цикады. Молчание нарушила Агата. Господь с вами! Обойди весь остров, не найдешь Нехриста, который бы всю душу рискнул сгубить ради Полимона. Коров ему, однако, дают. Заметила Пенелопа. Тут наш хозяин заметно смутился и пробубнил, чтоб пожертвовал Полимону корову, чтоб, значит, остальные лучше доились. Но это добавил он сущие пустяки. Вот что бывает, когда не разбавляешь вино. Заключила Пенелопа после того, как мы покинули гостеприимный дом Нифонта. А Тео правда умный, да? Надо будет отлупить его, чтоб не воображал. Отлупить Тео мы не успели. Пришла пора расставаться. Со всем еще малышом я не расспрашивала маму, почему бы нам не жить на острове круглый год, раз отец владеет отелью вместе с дядей. Вопрос приводил ее в раздражение, как и любые вопросы, связанные с отцом. Видишь ли, объясняла она, наконец, твой отец пропал в море, не озаботился составить завещание в твою пользу, а затянувшийся курортный роман это далеко не законный брак. Мы бедные родственники. Мэше, скажи спасибо дяде Никусу, что вообще позволяет нам приезжать. А почему ты не вышла тогда за папу? Ответом мне был такой взгляд, будто я спросил, почему она не вышла из окна нашей парижской квартирки на улице Дарю. Он был еще тот фрукт, мой папаша. Я вскоре это понял, как и причину напряженного отношения ко мне дяди Никаса. И хоть за все годы, что мы приезжали, он едва перемолвился со мной парой слов, я действительно был ему благодарен. За сказку, что он дарил мне каждое лето, а еще больше, за пенелопу. Но совсем другое чувство посетило меня в утро отъезда. Дядя Никас стоял на крыльце, попыхивая дорогой сигаретой. Смотрел, как Яни грузит наши пожитки в машину. Луч солнца играл в золотой крышке береста, на которую он нетерпеливо поглядывал. У меня глаза были на мокром месте. Пенелопа тоже готова была разреветься. А лицо ее папаши лучилось таким довольством, что у меня мелькнула вдруг мысль. Случай с ним что, мы с пенелопой станем королем и королевой в нашем королевстве. Мелькнула и угасла, сменившись жгучим чувством вины. Пенелопа поехала с нами до пристани и всю дорогу старалась меня подбодрить. Я не смог смотреть ей в глаза. Не зря, наверное, дядя Никас видел во мне моего отца. Наш пароход отчалил, а маленькая фигурка на пристани еще долго махала рукой нам вслед, становясь все меньше и меньше, пока не растаяла вместе с берегом в туманной дылке. Аури Войр, мое сказочное королевство приморской земли. Салют! Тесная квартирка, утомительная зубрежка и постоянные хвори. Мама обняла меня. Я уткнулся лицом в ее мягкую грудь, чувствуя терпкий, дерзкий аромат духов и дал, наконец, волю слезам. Греческое лето помогло мне продержаться до января. Потом лихорадка взяла свое, смолив меня ознобом и превратив сновидение в царство кошмаров. В одном из снов я видел многочисленные армии, бьющиеся на побережье под багровеющим небом. Гремели щиты, копья, пробивали панцири и вонзались в тела. Звенели мечи, отсекая руки, снося головы, разбивая черепа. Мускулистые ноги воинов в кожаной оплетке. Безжалостно местили упавших, таптывая корчащиеся тела в пропитанный кровью песок. Глаза в прорезях шлемов дико вращались. Ворота рухнули, спуская смертоносный людской поток. И пламя взвелось над городскими стенами, заволакивая небо от края до крови душливым черным дымом. Торжествующий рев победителей смешался с воплями избиваемых. Мужчины, женщины и дети метались в поисках спасения, но валились, как снопы под ударами мечей, обограя кровью землю. Я обмирал от страха, молясь, чтобы меня не заметили. Внезапно один из захватчиков повернулся ко мне и снял шлем, открывая ухмыляющееся лицо полимона. В другом сне я спускался к той самой пещере, где мы играли в Персея и Андромеду, и в ее жерле видел свою мать. Я бросался к ней, но вдруг ее волосы вздобивались клубом шипящих змей, руки покрылись чешуей, а на пальцах отрастали огромные когти. В ее глазах вспихивал зеленый огонь, разливая по моему телу каменный холод. С криком я открывал глаза и оказывался в уютном полумраке комнаты. Напротив таинственно серебрился прямоугольник окна, разбитый переплетом на ровные квадраты. Прохладная мамина ладонь поглаживала мой раскаленный лоб, отгоняя горяченные видения. Я трясся в ознобе под стеганым одеялом, а ветер стонал в дымоходе, словно умирающий воин. И в шелесте дождя за окнами мне слышались отголоски злобного шипения. Со временем терзавшие меня лихорадки всегда сходили на нет. Окружающий мир лихорадило куда сильнее. Мамины гости в основном также иммигранты. Горячо обсуждали последние новости. Все чаще звучало имя Адольфа Гитлера. Гитлер, Гитлер, Гитлер. Произнесенное с насмешкой, восторгом, ненавистью или благоговением. Это имя наполняло пронизанным, середным дымом воздух ощущением грядущей беседы. «Я почти готова симпатизировать большевикам», сказала однажды мама нашей соседки, вдове-сахароводчика. «Уже хотя бы за то, что их ненавидит этот человек, его речи чудовищны». «Ну тут вы не правы, милочка», возразила вдова. «Этот человек говорит немало дельного. Если он обуздает эту нечисть, эту заразу, я согласна целовать ему сапоги». Мама подозвала меня. «Дорогой, подай Лизавете Генриховне пальто. Мне кажется, ей пора». От обиды вдова на короткое время утратила дар речи, обретя его, вновь назвала маму «кокоткой». Не оставшись в долгу, мама обрушила на нее всю мощь извозьего жаргона, подкрепив парочкой цветистых французских выражений. Они орали друг на друга точно дерущиеся кошки, а я стоял, как дурак, теребя за ворот позабытое пальто. Наконец, Лизавета Генриховна выхватила его у меня из рук и с позором ретировалась. Но мама еще долго мерила шагами комнату, сверкая глазами и сжимая кулаки. «Мерде!» рычала она. «Старая вонючая Шаполда!» «Как она не понимает, что этот человек втянет нас в новую войну?» Война, лишившая маму родителей, стала для нее навязчивой идеей. И поневоле ее страх сделался и моим страхом. Война незримо подступала со всех сторон, витала в воздухе, подобно чумной бациле. Взрослые заражали детей, которые, сбившиеся в стайке, кулаками отстаивали взгляды своих отцов. Ее зловещий смех звучал в газетных заголовках, в поэзии, в музыке. «Но каждый год я спасался в своем королевстве Приморской земли, где билили руины древнего храма, где ждала меня моя верная Пенелопа. И можно было стать вместе с Орфеем и Эвридикой, Акидом и Галатеей. Но она расцветала и увидала невинность. Время неумолимо гнало нас к черте, за которой дружба сменяется чем-то большим. Если только вы не состоите в родстве. Рухнула моя первая иллюзия. Я понял, что никогда не смогу жениться на Пенелопе. Понял разумом, но не принял душой и телом. И когда я, подобно многим другим шкалерам, отправился в квартал Пегаль, дабы распрощаться с детственностью, очаровательная мудмазель, оказавшая мне услугу, поинтересовалась со смехом. «Почему ты все время называешь меня Пенелопой?» Тогда я не мог понять, почему ее невинный вопрос привел меня в такую дикую ярость, и почему я едва не откусила ее левую грудь, в чем потом ничуть не раскаивался. И почему когда меня жестоко избитого нагишом вышвырнули на улицу, я выкрикнул древний клич Диониса «Эвоя! Эвоя!» Я понял это год спустя, в лето 1938 года от рождения распятого бога. Она, как всегда, сбегала по ступенькам, чтобы обнять меня, сияющая, невыразимо прекрасная. И забыв обо всем, я зарылся лицом в ее темные кудри, вдыхая их запах, чувствуя налетую упругость гибкого тела. Она уперлась руками мне в грудь и прошептала испуганно «Что ты делаешь? Отпусти меня!» Тут только я увидел юношу за ее спиной Тео. У пенелопы пылали щеки. Я и сам был готов провалиться сквозь землю. Тео робко улыбался. За время, что мы не виделись, бывший заморож стал похож на статую Адониса. Слегка затравленное выражение сохранилось в его глазах, но лишь подчеркивало хрупкую красоту лица, придавая сходство с пугливым оленем. Эта уязвимость должно быть и покорило воинственное сердце моей кузины. Дальше лето проходило будто в тумане. Мать закрутила роман журналистом французской газетенки, юношей всего на семь лет старше меня. Немало не смущенный этим пикантным обстоятельством, он упорно искал моей дружбы, донимая пылкими речами, донимая пылкими речами о неизбежной победе мирового пролетариата. Я выслушал его, потом сказал, мама не рассказывала, как бежала от ваших друзей из Крыма? Надо было видеть его лицо. Похоже, бедняга влюбился по уши. К концу лет он значительно обогатит свой опыт по части женского коварства, а мамина коллекция разбитых сердец пополнится очередным трофеем. Дядя Ника сделался мрачнее обычного, совсем забросил дела, перевалив их на плечи старика Яни, который хоть и не тянул на Атланта, но все же справлялся с этой ношей вполне достойно. Однажды дядя вызвал меня к себе «Видит Бог, я слишком много давал ей воли», сказал он, глядя в окно, словно и теперь избегал на меня смотреть. Тонкий дымок дорогой сигареты тянулся к потолку и закручивался подхваченный лопастями вентилятора «Наверное, при желании я мог бы сломить ее, но она перестала побыть собой, верно? Я люблю свою дочь такой, какая она есть». Я молча кивнул «Она ведет себя не так, подобает порядочной греческой девушке. Вот в чем беда», продолжал он «Гулять с мальчишкой Енакопулоса и позволяет ему лишнего. Боюсь, как бы это слишком далеко не зашло». «Вы могли бы сами ей сказать?» «Начал я». Он обернулся, верхняя губа вздернулась в аскале, обнажая кривые, пожелтевшие от никотина зубы. Что сказать? Что его папаша водит слишком тесную дружбу с бутылкой и этим полоумным язычником по лимонам? Что ее бабка и мать умерли родами? Что девушка ее возраста следует вести приличия? Она рассмеется мне в лицо. Он нацелил в меня тлеющий огонек сигареты. Я не могу ее пасти. Да и я не староват для таких дел. Ты дружа с ней всю жизнь и уж по крайней мере мог бы проследить, чтобы она не наделала глупостей. Пора сделать что-то и для семьи, дорогой племянник. Мне было плевать на семью. Я не оставлял Тео с Пенелопой. Ни на минуту. Лишь ради собственного злобного удовлетворения. Пенелопа в свою очередь охотно принимала вызов и старалась улизнуть от меня при любой возможности. Почти всегда я находил парочку за поцелуями в каком-нибудь укромном уголке. С каждым днем злоба моя росла. Я видел, что Тео жалеет меня. И ладно бы с нисходительной жалостью победителя. Это я еще мог бы понять. Нет. Сострадание было искренним и тем более унизительным. От Пенелопа однако я этого не дождался. Послушай, напрямик сказала она, когда мы с ней ненадолго остались наедине. Я не виновата, что мы повзрослели. И Тео не виноват тоже. Не понимаю, о чем ты. Спокойно ответил я, хотя сердце норовило провалиться в желудок. Прекрасно понимаешь. Не надо таскаться за нами хвостиком. Не надо смотреть щенячьими глазами. Это недостойно тебя. Дай нам передышку. А если не дам? Ну тогда держись. Она наткнула меня кулаком к плечу и со смехом умчалась на поиски Тео. В то утро, когда я снова встретил Полимона, мы втроем отправились в безлюдный участок пляжа, подальше от гомона и потных телес отдыхающих. По дороге нам повстречалась пожилая гречанка. С непосредственностью свойственному ее народу она обняла пенелопу, расцеловала покрасневшего Тео и проворковала, что охотно понянчит их деток, если они будут похожи на папашку. А потом игриво захихикала и погрозила мне пальцем. Накупавшись, пенелопа растянулась на полотенце, вручила Тео флакончик масла для загара и попросила натереть ее хорошенько. ее глаза прятались за солнечными очками, но лукавая усмешка на губах лучший слов говорила. Оставь надежду всяк сюда глядящий. Его руки на ее теле. Я мог бы отрубить их и повесить ему на шею. Как только пенелопа задремала, разморенная солнцем и лаской, я предложил Тео поискать для нее какую-нибудь красивую ракушку. Устроить сюрприз, когда проснется. Он принял предложение, не ожидая подвоха, и мы побрели вдоль берега. Волны шелестом накатывали на песок, лаская наши босые ноги. Когда мы отошли достаточно далеко, я самым будничным тоном осведомился. Ну как, строгаете уже, деток? У него сделались такие глаза, будто я огрел его по заднице кочергой. Что за вопросы? Я ее кузен. Имею я право спросить? Имею я право не отвечать. Все таки присунул ей, да? Иди к черту! Скинулся Тео. Ай-яй-яй, сказал я. Забыл, как я устраивал тебе взбучку. Я не хочу с тобой драться, пробормотал ум. Почему? А разве мужчина будет избегать хорошей драки? Ты мужчина, Тео? Заткнись. Посмотри на себя, ухмыльнулся я. Краснеешь, как девчонка, и выглядишь, как девчонка. Может, оставишь мою кузину в покое и станешь чей-нибудь подружкой? Он кинулся на меня, и мы сцепились, поднимая тучи брызг. В пылу борьбы я попытался ухватить его за шею, но вместо этого нечаянно сдернул цепочку с крестиком. Что ты наделал? Тео попытался перехватить цепочку, но крестик уже булькнулся в воду, и был таков. Какого черта? Пенелопа уже неслась к нам. Ну, крестик, губы Тео дрожали. Это семейный реликвия. Ты в своем уме? Напустилась на меня кузина. Ищи его быстро! На пути в Албанию уже твой крестик. Буркнул я. Ах, так, если бы не очки, взгляд пенелопы испепелил бы меня на месте. Сам тогда катись в свою Албанию. Я ушел, оставив эту парочку обшаривать в мелководье, но отправился не в Албанию, а к утесу, где мы с пенелопой играли давным-давно. Стоя на краю обрыва и глядя на бушующее море внизу, я рассеянно прикидывал, каково это, загреметь с такой высоты. О самоубийстве я, конечно, не помышлял, а вот Тео оба скинул за милую душу. Как полимон, то корову. Женщины, произнес у меня за спиной хриплый голос. Помяни дьявола, я обернулся. Полимон выселся передо мною, словно скала, скрестив на могучей груди перевитые толстыми жилами руки. Что вам угодно? Выдавил я, не в силу скрыть страха. Свои игривые волосы и горящими глазами полимон напоминал льва-людоеда, который наловчился маскироваться под человеческое существо, дабы успешнее подбираться к добыче. Они могут отравить твое тело самым страшным ядом, какой только есть на земле и в небесах, промолвил отшельник. Могут извести душу, выманить сердце, а свое со смехом отдать другому. Наконец, они могут просто отсечь тебе голову. Я смиренно кивал, слушая его речь, какой бы бред он ни нес, едва ли тот, кто хочет поговорить о делах сердечных, станет скидывать вас с утеса или пожирать заживо. «Я как сейчас помню ту женщину», продолжал Полимон, полунищая вдова с разваливающимся хозяйством и орущим ребенком на шее, сомнительной красоты, но мне выбирать не приходилось, верно? Она была единственной на этом острове, который хоть тайно согласился лечь со мной, и должен сказать, я щедро наградил ее, пусть это и не пошло ей впрок. Она умерла родами, а моего сына огородили от меня знаком распятого Бога, и я не заявлял своих прав. Узнаете мерзкие святоши, кто отец мальчика, и его удавили бы в колыбели, но благодаря моей награде он и его брат никогда не знали нужды. Я следила издалека, как он рос и становился мужчиной, как они с братом принесли благодать и процветание в этот край. И все равно здешний сброд эти бараны ненавидели моего мальчика, ибо он был не сдержан в чувствах и страшен в гневе, как и я когда-то. Случалось, он брал женщин силой, но разве их родня не соглашалась на щедрый откуп? Разве вправе бараны судить льва? его убили подло, из-под тишка, шлюха, с которой он спал и завистливый братец, это сошло им с рук. Они сказали, что мой сын пропал в море, умолчав, что перед тем, как он был разрублен на куски. с каждым новым его словом в моих ногах разливалась противная слабость. Я больше не хотел слушать, но что была моя воля против этих горящих глаз, против громового голоса? Его слова вытесняли мои мысли, его гнев становился моим гневом. О, как бы не символ распятого бога, запрочитал полимон. Я растерзал бы не только их тела, но и души. Я сулил любую награду за жертву, одну достойную жертву, что позволило бы мне воздать за сына. Я присмыкался перед этими скотами из деревни. Жалкие подачки и проклятия, вот что я получил. Огромная рука его легла на мое плечо, одного пальца не доставала. Судя по неровному обрубку он был откушен огромными зубами, быть может теми, что сейчас скалились мне из косматой бороды. Я вспомнил, что откусыванием пальца древние греки откупались от Ириней, кровожадных богинь пщения, а полимон без сомнения был греком чертовски древним. Помоги мне, мой мальчик, и я помогу тебе, произнес он, возвращая меня к реальности, нет, пропормотал я, и я не могу. Я вижу твою судьбу, сказал он. Нелюбимая жена, докучливые дети, унылая жизнь и тоска об упущенном, вот удел тех, кто живет по законам распятого бога и берет то, что дают, а не то, что хочется. Возлюби ближнего как самого себя, а кто ударит тебя в правую щеку, то и левую подставь, а вожделее смиренно изливайся в кулак. Разве тебе не тесно? в оковах этой лживой противной естеству морали. Ты не можешь взять свое и вынужден смотреть, как этот гнемет торжествует, что он сделал это для... торжествует, но что он сделает для этого? Где его мужество? Что есть у него, кроме милой улыбки? И все равно покоряйся, ведь так заповедовал распятый бог. Ты согласен со мной, мой мальчик? Так скорей же сними его ермо со своей шеи, пока она не переломилась. С каждым словом я был согласен. Одного воспоминания о том, что пальцы Тео касались моей пенелопы, хватило бы, чтобы я без колебаний сдернул крестик, и он прощально блеснул на солнце, прежде чем исчезнуть в кустах. Ты чувствуешь облегчение? Чувствуешь, как расправились твои плечи? Как полнится воздухом грудь? О, да, я чувствовал пьянящее ощущение, будто с головы сдернули пыльный мешок, позволив вдохнуть полной грудью соленый запах моря и окинуть взглядом бескрайний голубой простор. Глаза полимона под косматыми бровями замерцали ярче. Так и должно быть, ведь у тебя его глаза. Ты готов вознести жертву? Готов взять то, что твое по праву? Мама нежилась в шезлонге, подставляя лицо вечернему бризу. Рядом с бокалом узо в руке стоял ее кавалер. Нам надо поговорить. Выпылил я, не обращая на него внимания. Мама томно потянулась. Эль тен, маншу, оставишь нас ненадолго. Француз бросил на меня загнанный взгляд, не иначе решив, что я собираюсь поднять вопрос о его политических пристрастиях. Бокал оставь, беспощадно добавила мама. Что случилось с отцом? Спросил я, когда мы остались наедине. Разве я не говорила тебе? Ты говорила правду? Что за вопросы? Скинулась мама, и будь я проклят, если в ее голосе не звучал с трудом скрываемый страх. Видит бог, здесь хватает сплетников, но... Почему ты так нервничаешь? Мама запом осушила бокал. Помолчала, дробно перекатывая во рту кубики льда. Почему я нервничаю? Она улеглась на живот. смажь-ка мне спину, там прочтешь ответ на свой вопрос. Я покраснел, вспомнив Тео и Пенелопу, но безропотно взял флакон и стал втирать масло в мамину кожу. Туда, где белел шрам в виде греческих букв сигма и альфа. «Стефан апостолиди, на случай, если ты забыл», сказала мама. Он сделал это ножом, чтобы любой мужчина, который меня коснется, сразу понял, кому я принадлежу. Барышню без родины, влюбившуюся на отдыхе в греческого Геркулеса. Жизнь к такому не подготовила. Он был не сдержан в чувствах. «Понимаешь, почему я не хочу говорить о нем?» «А я хочу». «Я хочу», передразнила она. «Как ты похож на него?» «Я хочу, и пусть весь мир летит в тартарары». Плевать на чьи-то там чувства, ведь я хочу. Даже на пенелопу ты смотришь его глазами, ведь у тебя его глаза. «Что ты?» начал я. «Ты, я вижу, очень хочешь проставить на ней свои инициалы. Так запомни, она твоя двоюродная сестра, и ты должен любить ее только в таком качестве». «Ты еще будешь учить меня?» скинулся я. «После всех своих дружков?» Я ожидал пощечины, но мама лишь ядовито улыбнулась. «Вот как ты заговорил. К твоему сведению, марше, я мотаюсь на этот поганый курорт не ради, как ты изволил выразиться, дружков, а ради тебя. И я снова и снова приезжаю туда, где пережила самые гнусные унижения. И да, завожу дружков, чтобы стереть инициалы Стефана. Хотя бы со своей души, если не своего тела». Она уже кричала. «Я быстро дала право учить тебя. И если я увижу, что ты угрожаешь этому мальчику или пенелопе, Никас узнает об этом, будь уверен. А теперь убирайся». Снова меня прогоняли, как нашкодившего щенка. И снова та, кого я любил. Я ушел в свой номер, плюхнулся на кровать и вцепился зубами в кулак, чтобы не закричать. «Я простил бы маму, скажи она, да, я убила». Но того, что она оттолкнула меня, когда мой мир рушится, простить не мог. В Лакониуме, вот где это произошло, в жарко натопленной греческой парной. Отец блаженно развалился на каменной скамье, укрыв полотенцем мускулистые бедра. Мама сидела рядом, позволяя его рукам бесцеремонно гулять по ее телу, поигрывать тяжелыми, поблескивающими от влаги грудями. И лишь затравленный взгляд, какого я никогда у нее не видел, выдавал ее истинные чувства. «Стефан, пожалуйста, я должна кормить малыша». Жалкий мамин голос тонул в духоте парной. Вместо ответа он откинул полотенце и по-хозяйски взял маму за волосы. Я даже отвернуться не мог, словно некая сила удерживала мою голову, понуждая смотреть, как он ублажает себя ее ртом, как глаза ее вылезают из орбит, а по щекам катятся бессильные слезы. Наконец, он отпихнул ее. Она упала на бок, заходя с кашлем. Отец встал, прогнулся всем своим крепким волосатым телом и с довольным кряканьем. Сейчас он до жути походил на полимона. Он не ждал, что мама набросит ему на голову полотенце, а на помощь ей придет его брат с кинжалом в руке. Дядя Никас наносил удар за ударом, все вокруг было забрызгано кровью, но отцу удалось повалить его, и два тела, обнаженные и одетые, забились на полу. И тогда мама, моя ласковая, заботливая мама, выхватила из-за колонны припасенный заранее топор и лезвие вонзилось в могучую шею отца и засела в кости, и кровь взметнулась фонтаном. Со второго удара голова покатилась с плеч и осталось лежать на складках размотавшегося полотенца. Задыхаясь Апостолиди столкнул колено обезглавленное тело брата. Оно опрокинулось на спину, выставив на показ торчащую в груди рукоец кинжала. С топором в руке мать вывалилась в предбанник. Струйки крови сбегали по ее грудям, животу, исчезая в куще волос внизу. С лезвия топора срывались тяжелые капли и густыми кляксами шлепались на белом раморный пол. Свободной рукой она охватилась за колонну и ее мучительно вырвало. Очнулся я обмотанный, словно саваном, пропотевший простыней. За окном разгоралась заря. Золотисто-огненные блики играли в оконном стекле. Стоявшая в номере духота напоминала жар парной. И я понял, что больше ни минуту не выдержу здесь. Громада отеля призрачно белела в сумерках. Море набегало на берег с заговорщицким шепотом, будто хотело раскрыть погребенную в нем жуткую тайну. Словно самам была, брел я через спящую деревню, держа путь к утесу. Там, на самом краю обрыва, уже ждал меня Тео. Утренний бриз трепал его светлые волосы. На лице застыло странное зачарованное выражение, словно он, как и я, здесь. Дикая ярость обуяла меня. Я вдруг понял, что не смогу называться мужчиной, пока он жив. Он обернулся. На губах, которыми он целовал мою пенелопу, расцветала растерянная улыбка. И я ударил кулаком эти ненавистные губы, чтобы только ее стереть. Подавившись криком, он взмахнул руками и полетел с обрыва. Я склонился над кручей тяжело дыша и посасывая разбитые костяшки. Тео раскинулся на берегу у пещеры, нелепо вывернув руки и ноги. Его затылок и плечи облизывал прибой. Ни ужаса, ни раскаяния. Напротив, мысль о том, что я нарушил важнейший из человеческих законов, пьянила, будоражила кровь. Внизу живота разливалось сладостное томление. Я видел, что Тео еще жив и его грудь вздымалась и горел желанием поскорее спуститься и довершить начатое. Но поскорее не вышло. За минувшие годы я вырос, а проклятой уступы нет. Не хватало только разбиться самому, чтобы вечером на берегу обнаружили двух соперников, примирившихся в смерти. Экая пошлость. Словом, к тому времени, как я добрался до Тео и похлопал его по холодным щекам, желание разодрать ему блотку зубами слегка поутихло. Он открыл глаза и еле слышно прошептал. Ноги. Я нечувствовала ног. Что же ты больше не улыбаешься? Спросил я. У тебя ведь чудесная улыбка. Улыбнись. Покори мое сердце, чтобы я привел помощь. Полимон, сказал Тео. Меня позвал сюда Полимон. Полимон, так Полимон. Кивнул я и зажал рукой его нос и рот. Тео вздрогнул, напрягся всем телом. Я усилил хватку, но тут он закашлялся и горячая кровь брызнула меня сквозь пальцы. С проклятием я отдернул руку, чуть не вытерев сдуру от штаны. Что-то блеснуло у моих ног. Набежавшая волна захлестнула руку длинным пенистым языком, словно не желая отдавать находку. Это был Ксифос, короткий меч, каким сражались древние греки. Я поднял его и долго разглядывал, зачарованной игрой света на влажном клинке. Ты готов изнести жертву? Да. Вот, что я тогда ответил. В распахнутых глазах Тео сияло опрокинуте голубое небо. Волны разлетались о скалы, оседая на его лице пенными хлопьями. Разбитые губы Тео шевелились. Звал ли он мамочку или повторял имя Пенелопы? Какая разница? Кого волнует, что мы чить жертвенный телец? Лезвие рассекло ему горта, выпустив струю пузырящейся крови. И что-то в глубине пещеры устремилось на ее запах. Сперва мне показалось, что тьма, сгустившись, исторгла огромный затупленный дубовый таран. Подернутый слизистой плесенью. Наконец его вдруг разветвился множеством гибких, извивающихся шеи. И каждая шея оканчивалась острозубой пастью. И каждая пасть шипела, разбрызгивая яд и постреливая вилочкой языка. И над каждой мерцали огоньки глаз. Было в этой твари что-то настолько чужеродное, что один взгляд на нее казалось способен лишить рассудка. И я оцепенел, выставив перед собой меч. А потом заорал не своим голосом и будто в ответ разразившись визгом страшные пасти. Они вцепились в умирающего всем скопом, выдирая шмоты кровоточащей плоти и тут же заглатывая. Треск мяса, сдираем его с костей, слился с многоголосым шипением. Волны с грохотом расшибались от скалы, расшибались в кровь, но нет, эта кровь Тео распускалась в воде алыми прядями. Во мгновение ока все было окончено, от моего соперника не осталось и следа. И тогда эти чудовищные головы с горящими злобой глазами повернулись ко мне и зашипели хором. Эвое! Не было больше ни моря, ни скал, ни твари из пещеры. Я стоял перед дверью маминого номера с табличкой «Не беспокоить», а мою руку приятной тяжестью оттягивал меч. «Ты должен убить горгону!» Дверная ручка повернулась почти беззвучно. Внутри висел запах разгоряченных тел. Я приблизился к кровати, переступив через скомканные брюки Этьена и кружевное белье матери. Она безмятежно посапывала на груди своего мужчины. Отец, я знал это наверняка, никогда не видел от нее такой нежности. Меч пронзил любовников насквозь, пригвоздив друг к другу. Я провернул его, изучарованно смотрел, как французик стучит руками, тараща глаза и разевая рот, как мать, откашливаясь кровью, выворачивает голову, чтобы сквозь путаницу волос разглядеть своего убийцу. «Это я, мама». Упершись ладонью между лопаток, дебилевая инициатива моего лица, я рывком высвободил меч. «Папа передает тебе привет». Когда они оба перестали дышать, я подошел к окну. За ним безмятежно раскинулась деревня. Белые домики россыпью сахарных кубиков усеивали зеленый склон. Я смотрел на них, внимая голосу полимона в голове. Потом поднес окровавленный палец к стеклу, вывел поверх этой идилитической картины слово «эвоя». Дионисиева безумие поглотило остров. Толстые виноградные лозы, вьющиеся словно змеи, разворотив брусчатку, оплетали стены домов. Сочные лиловые грозди сладострастно пульсировали. Кругом распускались диковинные цветы, источая дурманящий аромат. Обезумевшие люди кидались друг на друга, терзая ногтями и зубами со звериной яростью, калашматя ножами и палками. У многих единственное одеяние составляли венки, наспех сплетенные из все тех же цветов. Я видел мужчин и женщин, совокупляющихся словно животные, видел изувеченные трупы, волосы слепались от крови, лица размызжены. Церковь стояла на распашку, зияя выбитыми окнами, скамьи переломаны и опрокинуты, а на омвоне грудой истерзанной плоти лежало тело настоятеля, украшенное цветами. Эвоя, Эвоя, неслось над толпой. Откуда ни возьмись вывернулся обнаженный бородач, кривоногий, поросший густыми сивыми волосами, словно сатир, и попытался обнять меня сзади. Я охватил его рукоять меча в висок, и он с воем покатился по земле. В дубовой роще твои желания исполнятся. У стены и аптеки раскристанная женщина раздирала зубами истошно орущего младенца. Завидев меня, она отбросила полуобглоданное тельце и, глядя мне прямо в глаза, стиснула окровавленными пальцами набрякнувшие груди, так что молоко брызнуло белыми струйками. Я ухмыльнулся и отсалютовал ей мечом. Никто больше не проявлял ко мне интереса. Все были слишком поглощены насилием над ближними и даже самими собой. На глаза мне попался старик. Сидя на земле, он сосредоточенно отрубал себе ногу кухонным сикачем. Лезвие застревало, не повинуясь немощной руке. Он выдирал его с досадливым кряканьем и всаживал снова. А впереди уже показалась дубовая роща. И я в упоении бросился к деревьям. Время и пространство утратили всякое значение. Мир был юн и пьян. В гуще листвы, пронизанной, косыми солнечными стрелами, проступали лица, ухмыляющиеся, хохочущие. Я хохотал вместе с ними. Страшные рогатые сатиры резвились в кустах с отчаянными нимфами. Проскакала со свистом и гигикенем стадом кентавров, охаживая хвостами взмыленные бока. Они скалили зубы в буйном веселье. Поспеши! Насмешливо крикнул один из них голосом Полимона. Пенелопа не дождется своего Одиссея. Я побежал быстрее и вскоре увидел, что меня действительно не ждали. На поляне, задрав сорочку выше груди, лежала стонущая Агата. Моя Пенелопа, в чем мать родила, припала меж раскинутых дебильных ляжек женщины, ублажая ее языком. Сзади к Пенелопе пристроился Нифонт. Обхватив за бока, он яростно дергал дрябным волосатым задом, издавая вопли, похожие на рев осла. Меч рассек воздух. Голова Нифонта запрокинулась на перерубленной шее, выпустив фонтан крови, и там, где она пролилась, в тот час поползли виноградные побеги. Нифонт рухнул надничь, успев оросить семенем бедро Пенелопы. Оттолкнув ошеломленную Пенелопу, Агата с криком скачила и кинулась на меня, скрючив пальцы, как когти. Удар меча раскроил ей правую грудь, но она снесла меня с ног, выбила оружие и взгромоздилась сей тушей, окутав запахом пота и похоти. Распорутая грудь криво болталась, поливая меня красным, точно прохудившийся мех с вином. Острые ногти пропахивали мне щеку, чудом не выпустив глаза. Зажмурившись, я попытался ударить обезумевшую фурию кулаком в челюсть, но ее крепкие зубы тотчас спились мне в запястье. Я вслепую пытался нашарить меч другой рукой. Агата вдруг сдавленно ухнула. Приоткрыв один глаз, я увидел ее запрокинутый подбородок, а рядом перекошенное воскали лицо пенелопы. Ее рука прижимала лезвие меча к натянутому горлу женщины. Не надо, просипела Агата. Не надо, дочка. Мышцы под гладкую кожей напряглись, и горячая кровь брызнула мне в лицо. Клокоча рассеянной глоткой Агата повалилась на бок, увлекая за собой пенелопу. Пенелопа томно раскинулась на траве, рядом с одрогающимся телом, сверкающая глазами амазонка, залитая кровью и потом до боли желанная. Непослушными руками я сорвал с себя одежду. Она безропотно позволила мне лечь на нее и сама направила меня скользкими от крови пальцами в горячую топкую глубину. Страсть, если верить расхожим штампам, поглощает, подобно пучине или огню. Наше уместнее было бы сравнить с молотилкой. Пенелопа сполосовала мне ногтями загривок и спину, судя по ощущениям, в лоскуты. Намотав ее волосы на кулак, я выкрикивал ее в лицо оскорбления. Дрянь, тварь, потаскушка. А тем временем из земли лезли все новые виноградные лозы, оплетая тела убитых нами людей. Твая мать, шлюха, крикнула Пенелопа. Мертвая шлюха, прохрипел я, вколачиваясь в нее. Мертвая шлюха. Пенелопа злобно захохотала, а золотой крестик бестолково дергался меж взмокших подпрыгивающихся грудей с каждым моим толчком. Как ты смешон, распятый бог, думал я, остервенело, впиваясь зубами, в левую грудь. Смешон и бессилен. Пенелопа закричала, выгибаясь подо мной, от боли, наслаждения или того из другого сразу. Бешеные удары ее сердца наполнили мой рот через упругую плоть, а от низа живота уже катилась по телу жаркая волна, чтобы взорваться в голове ослепительной вспышкой, выжигая все мысли к черту. Эвоя, Эвоя. Налетевший холодный ветер покрыл мою кожу мурашками. Вкратчивый треск цикад проник в уши, возвращая к жестокой реальности. Я с трудом разодрал веки, схваченные кровяной коркой, ощущая мучительную боль во всем теле. Остекленевшие глаза Нифонта укоризненно глядели на меня из переплетения виноградных лос. Гибкие побеги до сих пор буравили мертвую плоть, погребая под собой тела супругов. Даже теперь я не чувствовал ни горя, ни ужаса, ни раскаяния. Странное, пугающее ощущение. Я будто не принадлежал ни этому миру, ни человеческой расе, отрешенно разглядывая руки, на которых запеклась кровь матери. Я думал, что Полимон не лгал мне, я его плоть и кровь. Мои пугающие сны и видения, то, что он мне хотел поведать, беспричинные вспышки ярости, отголоски его собственного нрава, тоска по безвозвратно минувшему, его тоска. Я рос, чтобы осуществить его ужасную месть моей матери, дяде деревни, откупившейся от него домашним скотом. Да было ли у меня что-то свое? У меня была пенелопа. Но пенелопы не было. Я вскочил будто подброшенной. Боль ударила в голову чугунным колоколом. Деревья закружились в зеленом хороводе. Где она? Трясущимися руками я натянул штаны прямо на голое тело. Рубашку отыскать не удалось. Если пенелопа взяла ее, чтобы прикрыть наготу, значит, сознание к ней вернулось. Она в ужасе и в отчаянии бежала от меня, от того, что мы вдвоем совершили. Но куда? К отцу в деревню или... Нет, нет, только не туда. И там я ее и нашел. На том самом месте, где утром стоял Тео, дожидаясь, когда я принесу его в жертву. Она замерла над обрывом, маленькая и тоненькая, на фоне наползающих с моря тяжелых туч. Ветер трепал ее волосы, играл подолом рубашки, открывая бедра в темных кровоподтеках, оставшиеся после моего безумного натиска. И это зрелище сжало мое сердце щемящей тоской. Я хотел прижать ее груди, окружить заботы и укрыть от ужасов, которые вовлек, но она стояла почти на самом краю. Пенелопа! Окликнул я. Повернулась ко мне медленно, как автомат. На белой ткани рубашки распускались кровавые пятна, и стрескавшиеся опухшие губы свела мучительная гримаса, превратив лицо в античную маску трагедий. Нет больше пенелопы, вымолвила она, и, глядя на нее, я понял, что она права. Как права была мама? Вот они мои несводимые инициалы, эти погашенные глаза, этот сорванный криком мертвый голос. Это полимону строил, сказал я. Это все он, давай найдем твоего отца и... У него больше нет дочери. Я зарезала Агату и помочилась ей на лицо, когда ты уснул, смеясь. И Тео я потеряла. Тео мертв, чуть не сказал я, но вовремя опомнился и снова твердил, что нашей вины здесь нет. Мы не ведали, что творим. Пусть в моем случае это лишь отчасти являлось правдой, но Пенелопа не слушала, и тогда я в отчаянии закричал. Они насиловали тебя, чуть меня не прикончили. Ты тоже меня насиловал, и мне это нравилось. А ведь я не твоя, я ничья больше. Я убил маму. Выдавил я. Последний самый страшный козырь, способный побить то, что совершила она. Только бы она отошла от обрыва. Пенелопа долго смотрела на меня, потом отступила на шаг. Стой! Я протянул к ней руку. Это все я. Он заставил меня. С меня все началось. Стой, Пенелопа! Она сделала еще шаг. Волоси взметнулись над головой темным нимбом. Я рванулся к ней, но схватить не успел. Зато я успел увидеть, как тварь из пещеры пожирала внизу ее разбитое тело, и мой отчаянный бопль слился с ликующим шипением. Отель превратился в залитую кровью скотобойню. Однако Яне и дяде Никусу удалось уцелеть. Тот миг, когда я рассказал дяде, что случилось с его дочерью, он наверняка проклял за эту судьбу. Сломя голову, бросился он под дождь. Догнать его нам с Яне удалось только в деревне. Трупы до сих пор валялись на улицах. Окна и двери большинства домов были высажены, и дождь хлистал внутрь, подгоняемый ветром. В уцелевших окнах теплился свет. Там выжившие оплакивали своих убитых и свой позор. Море грохотало, сливаясь с мглою на горизонте, чудовищные пенистые валы в щепки размотали пристань, кувыркая суденышки словно игрушечные. Молнии полосовали небо, заходившееся в ответ раскатистым громом. Пока мы тащили назад дядю Никаса, могучий разряд прочертил темноту и с треском возился в купол оскверненной церкви, рассыпая щипящие искры. Крест откололся и рухнул на земь. В раскатах грома отчетливо прозвучал издевательский хохот. Промукшие до нитки мы заперлись на кухне, дальше от растерзанных тел, разожгли печь. Дядя Никас сидел за столом, уронив голову на руки. Я купал ее здесь, бормотал он, на этой вот кухне в лоханке. Она маленькая паршивка, все усы мне норовила приснуть. За ней всегда глаз да глаз. Я перевел взгляд на Яни. Тот заряжал Смит и Вессон русской модели, сбереженной, надо думать со временем боевой юности. Узловатые пальцы старика безошибочно загоняли в гнезда патрон за патроном. Я умолчал о своей роли в случившемся. Не хотел, чтобы меня прикончили раньше, чем я увижу смерть Полимона и его твари. Но теперь у меня возникло желание сказать правду, словить пулю и совсем покончить. Вместо этого я спросил, «Ты уверен, Яни, что пули его возьмут?» «Пули эти освящены в церкви», сказал он. «Наши духовники благословили их для войны с турецкими выродками. Если святые символы больше не сдерживают его, это не значит, что они не могут его убить. А тварь? Если не сладят пули, будем рубить и сжечь, как Геракл делал». Я вспомнила историю бедного Нифонта. Нет, Полимон не мог быть Гераклом. Это бредовый сон. Сейчас я закрою глаза, когда открою утром, Пенелопа будет жива. Но наступило утро, и Пенелопа по-прежнему была мертва. И мы с дядей Никасом тряслись на заднем сидении автомобиля Яни, отцепенело глядя на просвистевшие мимо кипарисы и тополя. Черный дым тянулся в умытое дождем голубое небо, а со стороны развалин древнего храма доносились жалобные оличи блеяния и нестройный хор. «Старым богам жертвы возносят», пробормотал Яни. «Совсем спятили». Сидевший рядом со мной дядя Никас ничего не ответил. Судя по его блуждающему взгляду, он и сам недалеко ушел от этих безумцев. Яни дал по газам. Он гнал прямиком к обрыву, и я закричал. «Тормози, Яни, тормози!» Автомобиль остановился, взвизгнув рессорами. Старик выбрался первым, прихватив сумку, а тут торчали несколько обернутых паклей самодельных факелов. Он передал мне тяжелый топор, револьвер вручил дяде Никасу, а напоследок нежно погладил капот своего железного коня. «Жди, доходяга», сказал он. «Бог даст вернусь». Дядя Никас спускался за ним. Оскальзываясь на исхлестанных дождем уступах, волны обрушивались на скалы, доставая нас шипящими брызгами, черная дыра в скальной породе съела точный голодный рот. «Держите вход под прицелом, хозяин», сказал Яни, «а я пока факелы запалю». Дядя Никас взвесил револьвер в руке, сказал тихо, «Прости меня, Яни, за что хозяин?» откликнулся старый слуга, чиркая бронзовой зажигалкой. «О, чтоб тебя!» Апостолидия выстрелил ему в голову, грохот прокатился над скалами, седой затылок Яни разлетелся в дребезги, а зажигалка с плеском исчезла в водовороте белой пены, а из дыры уже вырастало многоголосое шипящее нечто, переливаясь на солнце мысленистыми кольцами, чтобы вцепиться в еще бьющееся тело. В считанные секунды чудовище растерзало жертву и снова исчезло во мраке. «Идем!» крикнул Никас. «Теперь она нас не тронет!» И, схватив меня за шиворот, увлек в пещеру. Я не сопротивлялся пораженной случившимся. Дядя решительно прокладывал путь сквозь тьму. Если я спотыкался и падал, он рывком поднимал меня и тащил дальше. Каждую секунду я ожидал услышать шипение и ощутить впивающиеся в тело со всех сторон острые зубы. Но ничего не нарушало тишины, кроме шарканья ног и нашего сбивчивого дыхания. Чудовище словно растворилось во мраке. «Ты не уберег ее», промотал дядя Никас. «Ты не уберег мою пенелопу. Это будет только справедливо, как твоего отца». Впереди забрежил свет, вскоре он стал ярче и наконец мы очутились в огромном подземном зале. Покаты и стены испускали мертвенно-зеленые свечения, куполообразные своды щерились с клыкастами сталактитов и повсюду белели черепа и кости животных, а среди них осколками дробленого солнца сверкало золото. Гора костей зашевелилась, спучилась и раскатилась сухим треском. На ее месте выросла громадная фигура полимона. Плечи его были укутаны львиной шкурой, в руках ясеневая палец, пригодная с одного удара размажить череп слону. Сумраки подземели, его глаза мерцали, словно тлеющие угли. Дядя Никас поставил меня на колени. Полимон, я пришел молить тебя. Револьвер дрожал в его руке, щекоча мне мушкой затылок. Я готов служить. Я принесу его в жертву, своего родного племянника. я тебе тысячи жертв принесу, только верни мне дочь Полимон. Острозубая усмешка прорезала косматую бороду Полимона. Что же ты не просишь своего распятого бога, Никас? Похотнул он. Разве он не воскрешал мертвых за даром? А постолиди застонал. Но когда он сдернул шеи крест и отбросил прочь, голос его звучал твердо. Не верую в него больше, в Зевса громоверца веру и владычицу Геру, в Аида и Персифону, в Посейдона владыку морей и солнечного Гелиуса, в Аполлона в Артемиду, в Гермес и Гестию и Афину мудрую, в Диметру Афродиту и Гефеста, в Ареса и Гекату ужасную. Славьтесь, радостный Бак и великий Бог Пан. Огромная палец просвистела в воздухе и снесла ему череп, а безглавленное тело закружилось волчком. Падая, дядя Никас конвульсивно нажал на спуск, и пуля, взвизгнув у моего виска, вонзилась в ворох костей, а имена давно ушедших богов по-прежнему гремела в каменных сводах, тысячекратным усиленный эхом, и от фигуры полимона поползли пряди мерцающего тумана. Точно алчные щупальцы устремлялись они к апостолиде, всасывая пролитую кровь и мозг. И вскоре призрачная пелена совершенно скрыла мертвеца. Она стремительно густела, расползаясь, пока не заволокла подземелья сплошной бурлящей мглою. Дым завихрился клубами, в которых все отчетливее обрисовывали силуэты существ, казавшихся мне поразительно знакомыми, словно он вытягивал их из моей головы, из фантазии моего детства, наделяясь зримыми формами. Бесчисленное множество этих форм ежесекундно менялись, протекая из одной в другую, превращаясь то в исполинов со змеинами хвостами вместо ног, то в невиданных зверей, то в причудливые гибриды. Я различала лица, прекрасные и ужасные настолько, что долгий взгляд на них мог бы свести с ума. Выхватив из мертвой дядины руки револьвер, я поднял его и выпустил в темнеющий за туманной занавесой силуэт три пули. Три послания распятого бога. Грохот выстрелов разлетелся по пещере. Полимон заревел от боли и ярости, а я бросился прочь, сквозь кружащуюся мглу, которая стремительно рассеивалась. Он гнался за мной по туннелю, и хотя я бежал, а он тащился, волоча ноги, расстояние между нами неумолимо сокращалось. Огромное чешуйчатое тело ворвалось в проход. Оно билось в агонии. Головы свизгом метались, колотясь о стены и потолок. Чешуя лопалась, выпуская струйки смрадного дыма. Тварь умирала вместе со своим хозяином или рабом. Я отпрянул от нее, упал и надо мною вознесся косматый силуэт с горящими глазами. Палец вломилось в пол рядом с моей головой, запорошив глаза и рот каменным крошевом. Кашляя и отплевываясь, я откатился и еще раз выстрелил наугад. Вопль боли вырвался из простреленной груди полимона. Снова взметнулось палец, но тут извивающийся хвост чудовища огрел гиганта по ногам, и он, отлетев, врезался головой о стену. Он сполз на пол, не выпуская из рук дубины, а с содроганием многоглавой змеи становилось все слабее, пока не стихли совсем. Я лежал в темноте, тяжело дыша. Мне вторило тяжелое дыхание полимона. Потом он заговорил, «О, мой мальчик, мой глупый мальчик, разве я хотел тебе зла? Ты еще жив, проклятый дьявол?» «Дьявол, я лишь защищал последние крохи своего мира, но пусть дьявол, куда хуже, что я стал философом». Полимон мрачно засмеялся, но смех его перешел в хрип. Вопреки всему, я понимал его, бесконечное множество лет жизни они вместе, герои чудовища, некогда враги, ныне последствия свидетелей безвозвратно минувшего. С их смертью навеки уйдет живая память об эпохе, где ужасное и прекрасное сливалось безупречной и неразрывной гармонии. Полимон издал последний клокочущий хрип и затих. А я долго еще лежал во тьме, мечтая лишь об одном, раствориться в ней и больше не существовать. Только к вечеру я нашел в себе силы выбраться из пещеры. Шум вон стих, будто по волшебству. Теперь, когда мой страшный дед умер, как Тео, как дядя Никас, как старик Яни, как мой изверг отец, как моя бедная мать, как Пенелопа, которая никогда не была моей. Море набегало на скалу мягко умиротворенно, улегся и ветер. И алмазными россыпями сияли созвездия, среди которых, приглядевшись, можно было различить гидру и геркулеса. В следующем году началась война. Ну что ж, это была действительно длинная история, но мне она показалась очень интересной. Если вы считаете так же, или у вас есть какое-то другое мнение, пишите в комментариях, не забывайте ставить лайки и подписываться, кто еще не подписан. Ну а вам приятного вечера.